может многие скажут что я не узнаю город движуха но это скорее всего что связано раньше этот стадион принимал это может понять только коренной дончанин ребята всем привет вы на канале виконста за окном у нас вечер время 20 05 я сейчас нахожусь в центре города донецка кинопалат звездочка хочу сегодня показать вам реальный донецк от первого лица как живет город вечером этого видеоролика не было у меня на канале хочу пройтись на донбасс арену поснимать центральные улицы может многие скажут что я не узнаю город но вы обязательно напишите в комментариях внизу под этим видеороликом что вы думаете какая жизнь в донецке на самом деле в общем погнали как ребята это у нас кинопалат звездочка ну смотрите сегодня пятница в принципе людей хватает практически вся парковка занята ну а мы плавненько отправляемся на донбасс арену хочу показать вам ее вечером у меня не было такого видео поэтому как бы поностальгировать повспоминать как она светится я думаю это будет прикольно и интересно десятка троллейбус практически вся пустая у нас в донецке действует комендантский час с 11 часов вечера до 4 часов утра это в летний период и с октября месяца до 5 часов то есть на час немножко укорачивается время для находения на улице принципе трафик я бы сказал и не маленький ну и небольшой у нас кстати недавно проводилась выставка кузнецов донецку 150 лет и поэтому здесь некоторые из статуй и сделаны рукодельцами стоят и украшают дополняя город донецк своей красотой сегодня у нас на рска олимпийском проходят бои по смешанным единоборствам мма ну мы так сбоку покажем вам чё там происходит но смотрите здесь вот такая вот движуха но это скорее всего что связано так как здесь проходит такое мероприятие из-за этого здесь такое скопление людей тут у нас я так понял мероприятия продолжаются интересно как свет будет передавать съемка в ночное время посмотрим как кстати кадры получатся нормальные или нет рска олимпийский многие просили показать как он сейчас выглядит и как раз получилось у меня такая возможность показать вам не знаю тысяч десять точно есть они стали зацикливаться на одном месте изначально была цель снять видеоролик вечерний донецк ну получилось меня вот такие кадры запечатлеть единственное что можно было посмотреть пару боев но плоховато видно сдалека конечно не распознаешь что как там происходит внутри на ринге в общем идем дальше пошли рска олимпийский и по правую сторону у нас донбасс арена большому сожалению сейчас не проводится здесь не один матч раньше этот стадион принимал лигу чемпионов евро 2012 в украине проходила но сейчас мы только можем посмотреть на это произведение искусства красивый стадион как ни крути приятный темно-синий цвет конечно украшает донбасс арену очень красиво донбасс арену и донбасс арену и Кстати, давно я не испытывал такие чувства, когда идешь в толпе людей. То есть, как бы, есть у нас в Донецке мероприятия, есть концерты, но само чувство, когда ты идешь и вокруг очень много людей в одном месте. Это может понять только коренной дончанин, который с 2014 по 2019 год находился в городе Донецке. Стала популярная сеть Геркулес Молоко. Это такие супермаркеты, которые, в принципе, недавно начали функционировать в городе Донецке. Ну, где-то около года-полтора назад. Если дело идет потихоньку, торговля идет, что бы не открывать. Идем мы уже по крытому рынку. С левой стороны у нас автостанция. Еще один лайфхак для дончан, кто не знал. На крытом рынке внизу здесь по утрам продаются овощи и фрукты по оптовой цене. То есть ребята привозят в таких фурах, в больших грузовиках, некоторые из товаров. И вы можете явно по низкой цене купить по сравнению с магазином. То есть это вам на заметку. Кстати, вот там Дон Мак. Он работает. Но мы туда заходить не будем. В принципе, показывать там нечего. Можно будет как-то отдельный влог снять. Вот там работает окошко на вынос. Вы также заказываете, как раньше. И можете насладиться вкусняхами Донецкого Макдональдса. Ну а сейчас немножко мы уже отошли от того места, где проводилось мероприятие. И уже более-менее показывается реальная картина в городе Донецке ближе к вечеру. То есть все-таки людей здесь становится меньше и меньше. Чем дальше мы отдаляемся от центра. Если я в это время на часах у нас без 10 и 9 поеду в Петровский район, на Трудовский, то там, к большому сожалению, в 8 часов уже заканчивается жизнь. То есть, если сравнивать поселок Трудовский, жилплощадка, то 42-й до Трудовских, кажется, последний приходит в начале 9-го, а 60-й уже практически после 8 часов вечера вы с Петровки, кроме такси, ни на чем не уедете. Ну и в центре города у нас ходят в такое время очень тяжело маршрутки. В основном люди, если там куда-то выбираются, доезжают на такси. Но опять же, вызвать в такси в такое время, это практически невозможно. Большинство кафешек у нас работает до 10 часов, и после этого все разъезжаются по домам. Набережная, красивые у нас вдали огоньки. В общем, наслаждение. Реальный осенний Донецк, 2019 год. И я иду, и практически никого. Даже ветра нет. Единственное, прикольно отражается свет. Вот фонарей и кальмиус зажигает набережную все лучше и лучше. Сейчас будем двигаться по набережной. Зайдем мы на площадь Ленина. Ну, хотя площадь Ленина никогда не пользовалась популярностью у дончан. Не знаю, что так. Может быть, лет 30 назад мне в предыдущем видео писали люди, что все-таки площадь Ленина когда-то давно была крутым местом, и там зависали. Но сейчас в основном люди все гуляют на бульваре Пушкина. Вот кафешка. Я не знаю, конечно, как ее название. Ну, сидит, наверное, раз, два, три, четыре, пять человек. Ну, вот, кстати, брусчатка. 50-летие СССР улица. Это является проспект Ильича. Внизу туда идет вот эта дорога. Единственное, что здесь всегда с покон веков лежал камень. Так как большой очень склон, и асфальт просто не задерживался на месте и постоянно скатывался. Поэтому решили застелить здесь обычным кирпичом. Но когда выпадает снег и в мокрую погоду, очень проблематично здесь спускаться. Поэтому скорость здесь ограничена до 40 км в час. Так, проходим мы кафе «Пятница» live. И как раз сегодня пятница. Ну, вот вам и площадь Ленина. Площадь Ленина, как и заказывали, вечером, в пятницу. Ну, вот вам площадь Ленина, Донбасс-Палац. Сейчас время у нас 21.30. И мы выдвигаемся в сторону бульвара. Все-таки прикольные, крутые архитектурные сооружения находятся в городе Донецке. Как ни крути, с любой стороны глянешь. И плюс еще очень крутая подсветка здесь. С такого ракурса. Блин, крутые все сооружения. Особенно внутри. Прекрасные большие колонны. О, кстати, у нас здесь Донецкий государственный академический театр. Шоу продолжается. Постоянно какие-то премьеры. И билетов здесь не купишь. То есть разбирают их. Вот Донбасс-Палац с другой стороны. А здесь у нас обжора. То есть с левой и с правой стороны машин у нас заставлено. Время 21.35. До закрытия кафешек 25 минут. Ну, все-таки какое-то движение есть. Идем в центр бульвара. Первое кафе у нас Red Caps. Здесь на улице уже холодно. И практически никого не видно. Хинкали. Борджоми. Почем же ж хинкали, интересно. 35 рублей штука с телятиной. А с бараниной тоже 35 рублей. Так, ну вот как раз мы проходим Red Caps. Ну, я посетителей здесь не наблюдаю. На перекуре ребята стоят. Кстати, поставили солнечную батарею. Не знаю, давно или нет. Но я только внимание обратил. То есть часы эти запитываются от солнца. С правой стороны у нас Sun City. Вот тут также уже осенняя и летняя площадка закрыты. Так как уже прохладно. По правую сторону у нас там Happy Life. На том месте раньше была мафия. Так, ну и давайте ребятки еще немножко потанцуем. Потому что это ребята просят танцевать. Так, у нас с левой стороны Барбери. Время у нас 21.40. А тут еще танцплощадка в самом разгаре. Друзья, сегодня я вам показал Ночной Донецк от первого лица. Этот выпуск многие ждали. Поэтому я жду от вас максимальной поддержки. Пишите любые креативные комментарии под этим видео. С вами на канале был Виконста. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok